Изменить название станции «Войковская» – этот вопрос в Москве обсуждает уже не первый год. Очередное обращение о переименовании транспортно-пересадочного узла, вынесенной Москомархитектурой в Департамент транспорта Москвы, вызвал разностороннюю реакцию. Сами москвичи по итогам голосования на портале «Активный гражданин» не против сохранения существующего названия метро. За переименование объекта высказались чуть больше 30% опрашиваемых. Такая статистика показалась неверной Русской Православной Церкви. Об этом заявил патриарх Кирилл в своем выступлении на первой в истории встрече с депутатами Мосгордумы. Кстати, православная общественность уже не раз призывала убрать имя революционера из топонимики столицы. Подобное увековечивание людей, причастных к убийствам, имеет негативное нравственное воздействие, подчеркивает патриарх. Нельзя, чтобы в городе сохранялись имена, в нашей топонимике, имена преступников и террористов. Я имею в виду Войкова. Совершенно непрофессионально был проведен этот опрос. Если в названии места, личность, которую прямо можно назвать убийцей и террористом, то что будет это означать для молодых людей, которые узнают, докопаются до истории этого человека? И вот его имя, пожалуйста, в названии станции метро и еще там чего-то. Вот такие имена нужно убирать. Имя революционера носит и одна из улиц центрального района курорта. Первоначально она была частью главной торговой улицы Старого Сочи – Пластунской. В дореволюционные времена на этой улице по обеим сторонам росли тополя. В народе и называли ее Тополевая аллея. Но когда стали застраивать город, деревья мешали прокладке телефонных проводов и их срубили. В советское время улицу переименовали в честь Карла Маркса. А в 60-е годы, чтобы уйти от дублирования названий из-за присоединенных районов Адлерского и Лазаревского, улицу назвали именем Войкова. Известно, что советский партийный деятель, дипломатический работник Петр Лазаревич Войков – один из тех, кто в июле 1918 года санкционировал расстрел последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге. Но вот реальная биография этого человека практически неизвестна и вызывает множество споров. Стоит ли переименовывать улицу Войкова в Сочи? Этот вопрос власти города пока не обсуждают, а мнения жителей расходятся. Назовите в честь мою фамилию. Против. Вы против? Против. Почему? Потому что улица уже сколько лет была названа. Это, ну, Войкова. Люди привыкли все уже. Даже кто-то искать будет. Кто-то будет искать эту улицу, уже будет другое название. Если подходить вот так вот наспех, он причастен к убийствам. Ну и что теперь? Давайте сначала разберемся. Вот это его причастие к убийствам. Оно в такой степени, или оно причастно, что лучше забыть про этого человека. И все-таки лучше сохранять память о таких людях, чтобы подобные убийства не повторялись в дальнейшем. Я думаю, надо к этому как-то приступать. Начинать надо переименовывать. Потому что такой герой, как Войков, в нашей истории не самая лучшая личность. Я думаю, что не стоит оставлять. Если город к этому не готов, если, допустим, нет средств, то лучше и не начинать. Или попозже к этому приступить. Но, как бы, исторически, я думаю, это имя оставлять не стоит. Серьезные вопросы должны решаться на уровне власти. В принципе, если люди не против, я не вижу в этом ничего страшного. Поэтому, ну, и то, что касается религии, всегда должны, наверное, обсуждаться на уровне людей, чье вероисповедание этому соответствует. Не нужно. Это, потому что это большая затрата. А, во-вторых, это надо переворачивать. Кому делать нечего, деньги нужно куда-то убивать. Вот это и делают. То, что в ближайшее время изменений в топонимике города не произойдет, это точно. Впрочем, и задач такой у мэрии нет. Тем более, что именами революционеров в Сочи названы многие улицы. А сочинцы уже привыкли к таким адресным табличкам.